МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже с генами. Если музыка интересная, он будет по ней танцевать, будет по ней двигаться, будет по ней веселиться. Руководитель ансамбля Владимирской рожечники Александр Лебедев с гордостью говорит о том, что его музыканты нота в нот сохранили ту самую рожечную музыку, которую играли несколько столетий назад. Уникальный не только ансамбль, но и сами инструменты. Таких инструментов нигде нет. Наша область может гордиться удивительным русским инструментом. И мы, знаете, мы по праву этим горды. Публика с удовольствием пританцовывала подражечные напевы. А когда на сцене зазвучали частушки, гости праздника тоже показали артистам мастер-класс. У меня бельонка два. Так и полагается. Если первый не проводит, второй догадается. Сейчас еще. Здесь народ много-много-много собирается. Почему моя залезка сюда не явится? Пока детвара водила хороводы с Бабой Ягой, на сцене отплясывали в валенках. Кто этого перетаржует? А это, кстати, не просто. Давай, 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 девчонки. Анна Голыбина с удовольствием пришла на фестиваль «Славянские игры». Она считает, что каждый уважающий себя человек должен знать национальные песни и танцы. Свою дочь она с рождения укладывает спать под русские народные колыбельные. Какие мамы у меня пела, такие я ей пою. Все идет от предков. И вся культура, которую несет человек, это культура семьи, культура родины. Это надо хранить, это надо чтить. На русском подворье Емели на печи выжидание чуда. Рядом Сивка Борка всегда готова помочь своему сказочному герою. Анастасия Белова показала дочери знаменитых персонажей русских сказок. Мы, конечно, читаем, обязательно читаем. Мы очень их любим, эти сказки. Наши сказки развивают доброту, мудрость. Концертная программа радовала посетителей парка в течение всего дня. В конце июня здесь планируют отметить один из самых волшебных славянских праздников. Ивана Купала, Ирина Начарова, Александр Мажаров, 6 канал. Продолжение следует...